Многие из вставших в этот день на лыжи это постоянные участники подобных соревнований. Настоящие любители лыжных гонок никогда не упустят возможности прокатиться, тем более что погода радовала. Здесь очень красивая лыжня, поэтому мы с удовольствием приняли участие в сегодняшнем забеге. Как бежалась? Очень хорошо. Спасибо сервисмену, моему мужу, который хорошо подготовил лыжи. А вообще великолепная лыжня, хорошая погода, хорошее настроение. Стартовала лыжня России 2022 с традиционного массового забега без учета времени. Все желающие в возрасте от 18 лет могли пробежать символическую дистанцию в 2022 метра. В массовом забеге не на результат, в удовольствие, погода хорошая, мягкая, лыжня хорошо подготовленная, эмоции, люди улыбающиеся. Это здорово, что есть такие вот кросс-нации, лыжня России массовые, футбол для всех. Вот такие вещи массовые в России не должны быть для настроения, для здоровья, для сплочения общества. Для тех, кто по каким-то причинам не успел к первому масс-старту, организаторы сделали еще два. В перерывах между спортивными забегами у женщин на 5 километров и у мужчин на 10. Кто-то пришел за хорошими результатами, особенно воодушевившись удачными выступлениями наших лыжников на Пекинской Олимпиаде. Другие просто пробежатся в свое удовольствие, используя для здоровья провести выходной. Но все без исключения получили заряд бодрости и положительных эмоций, так необходимых в это непростое время. Выпадает возможность попасть на это мероприятие, конечно, с удовольствием приходим. Приходим с семьей, сегодня вот пришли вдвоем пробежать в лесу, в зимнем лесу на лыжах. Это же чистый кайф, поэтому с удовольствием воспользовались этой возможностью. Еще и шапочку дали. Вообще, такие походы, они должны быть для всяких мероприятий. Конечно, мы должны выбираться в лес на лыжи, это для здоровья очень полезно, но как-то все не можем себя заставить. А победителями с противных забегов стали Екатерина Наумова и Иван Захаров. Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости 11 канала.